Здравствуйте дорогие! Еще сто лет назад одним мудрым человеком было замечено, что после родственников самое неприятное это однофамильцы. Не думаю, что под этим наблюдением подпишется наш сегодняшний гость. Знаете почему? Потому что о родственниках привык думать и говорить только хорошее, а однофамильцы у него, если и есть, то мир о них не слышал. Сегодня у нас в гостях человек, который давно для всех нас стал примером житейской мудрости, изысканнейшего юмора, а также того, что называется актером с большой буквы. Александр Ширвин. Актер. С декабря 2000 года художественный руководитель театра Сатиры. Народный артист России. Родился 19 июля 34 года в Москве. Отец музыкант, скрипач, позднее преподаватель. Мать редактор московской филармонии. В 52 году поступил в театральное училище имени Щукина, которое закончилось отличием. В 56 году попал в труппу театра студии киноактера. С 1967 года на сцене московского театра Сатиры. В кино дебютировал в 57 году в фильме «Она вас любит». На протяжении многих лет дружит с другим известным актером Михаилом Державиным. Среди близких друзей Михаил Казаков. Был дружен с Андреем Мироновым и драматургом Григорием Гориным. Женат. Супруга Наталья Белоусова, архитектор. Сын Михаил, актер, режиссер, телеведущий. Увлекается рыбалкой, баскетболом, играет на скрипке. Коллекционирует курительные трубки. Своими словами. У меня редко бывает чувство, когда я сам себе не надоел. Сейчас рыбалка – это солидный выезд. Термострубка, ребята сопливые червей подносят. Ты с ними расплачиваешься, сидя на мягком стульчике. И сон глубокий, пока карп сам тебя в воду не утащит. По поводу взяток прошу со мной советоваться. Александр Анатольевич, это свершилось. Вы у нас в гостях. По поводу взяток ваши актеры советоваться научились с вами? Ну, как-то, ты знаешь, они вяло реагируют на мою критику. И по-прежнему вот этот вот набор взяток – это вот табак, который, во-первых, не тот покупает. Сила инерции все равно не сила. Трубок я могу сейчас открыть в центре Киева. Такой магазин трубочный, что съедутся со всего мира. Ну, они, я люблю, они свою водку. Ну, добавлять. И причем они приносят, они свою водку, знаешь, ну, вот московскую, киевскую, в лучшем случае болгарскую. А они свою водку, перно, узо, вот это настоящее, когда добавляется как апеллитив. Я, по-моему, один из немногих людей, которые обожают вареный лук. У меня со всего дома, я в высотке живу в Москве. Вареный лук? Ну, представляете, луковица, да? Как-то связано с они своей водкой вообще? Сочетаемые продукты? Ну, что ты это потряс, попробуй. Что там, ананас или банан? И вот у меня высотный дом, и все хозяйки, значит, вот так вот варят этот борщ, так, берут эту луковицу и несут в помойное ведро. И около ведра вспоминают, что я это люблю. И они кладут на тарелочку, и мне как несут это, мол, как, знаешь, как бриллиант. А с чем это связано, любовь к вареному луку? Попробуй, что это рассказывать. Вообще, луковый суп, знаешь? Ну, луковый суп, знаю. Так это то же самое, только в сборе. А, нет, ну, там у француза какой-то рецепт есть. Нет, просто вот из любого борща или щей, или из солянки, не знаю, что вынимаешь большую луковицу, уже сваренную, и она, это, к чему это я вспомнил о луке-то? Да это мы о взятках говорили. А, так вот, понимаешь, анис тоже, это же не анис, а капнуть. И вот, поэтому со взятками такая напряжёнка, просто обидно. По поводу актёров и вообще того, что происходит сейчас в театре, в кино, вам принадлежит фраза, гениев, к сожалению, не наблюдает. По поводу своими словами, вот там прозвучали некоторые цитаты. Всё-таки должны быть, должны появиться, что-то изменяется. А не может быть, чтобы это не вырастало. Просто, понимаешь, сейчас такое время, когда вот эти вот определения, великий, гениальный, да, выдающийся, это стало совершенно расхожее дело. Это раздаётся. Раздаётся. Наш великий, и сидят, это самое, девочки, и, значит, в эфире эти маленькие, которые там что-то такое говорят. Сейчас нам звёздам очень трудно. Со звёздами, как вчера она родилась, её случайно где-то вынули, она говорит, ребят, звёзд. И вот этот звездопад, эти звездорванки, это невозможно, потому что само определение потеряло основу. Поэтому тогда что? Тогда что? А Смоктуновский, а Евсигнеев, это тогда... Это уже небожительный получается. Какие ранги? Знаешь, от чего отсчитывать? Поэтому, значит, если быть по большому счёту, такому глобальному, конечно, слово гениальность, величие, уникальность, это атрибуты чего-то действительно штучно-штучного. А когда это так, великий, 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 без бездази, 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 ничего никогда не родится. Родится, да и сейчас бродит где-то. Вообще, Вознесенскому принадлежит фраза, что таланты рождаются плеядами. У вас же была плеяда вот этих вот актёров, которые появились действительно... Действительно, ну, я знаю, что вы отреагируете на мою фразу гениальных актёров. Нет, ну, правда, понимаешь, ну, это не то, что они родились такой плеядой, понимаешь, они были... Просто вот получился такой вот... Вот Плучик, покойный наш руководитель, я говорил, что он мечтал, это не он, кстати, придумал эту обстановку, коллекционировать актёров. И мой, один из моих учителей, значит, я, Фрис Анатолий Васильевич, с которым много работал, он употреблял понятие коллекция. Красиво. У меня есть программка, есть, когда Чайка, я помню, спектакль, кстати, незаслуженно, из эфросовского спектакля, незаслуженно забытый спектакль, Чайка. Много эфросов, сейчас я уже, эфросов, 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 эфросов. Но Чайка был замечательный спектакль. Он почему-то вот в этой антологии воспоминаний об эфросе как-то идёт стороной. То ли потому, что в тогдашнем ленкоме, где мы работали, дико интересно распределились роли, то ли потому, что вот какой-то был неожиданный-неожиданный. Я к чему? И когда там принято же режиссёр, вдруг всегда подписывает артистам программки, например, премьеры. Вот. И у меня эта программка здесь сохранилась. Шура, значит, написано, что «Если бы я был Набоковым, я бы воткнул тебя в свой гербарий». Вот это. Но это признание, кстати говоря, талантливое. Нет, но мы дружили, и вообще очень много работали с ним. Слава Богу, я сыграл у него 8 главных ролей в различных спектаклях. Нет, я говорю о коллекционировании трупов, артистов, учеников. Ну, это единомышленники, я это слово терпеть не могу. Это уже особое искусство. Да, но это уже... Ну, вот так. Александр Анатольевич, вот Вы вспомнили Эфроса. Я подумал о том, что Ваша судьба аж могла пойти, в общем-то, по-другому. Могли стать драматическим актёром. Не жалели никогда о том, что Ваше имя сейчас уже ассоциируется просто действительно с изысканнейшим юмором? Ну, вот с юмором, с сатирой. Через всё надо пройти. Я был драматическим актёром, и сейчас потихонечку возвращаюсь к этому подстависту. Но вообще, многие люди, я им очень завидую, они существуют всю жизнь в зашоренном состоянии, в хорошем смысле слова. Упёртость в идею, в какую-то маниакальную... А что ж тут хорошего? А что ж тут хорошего? О, как хорошего. Вот мы вспомнили Плучика, например. А что хорошего? Что вот он даже не знал, с какой стороны существует объектив у камеры. Когда там приходилось что-то, он страшно волновался. У него была своя линия. Круглосуточный театр, понимаешь? Круглосуточный. Вот о какой зашоренности я говорю. Многие актёры... Вот Менглет покойный, понимаешь? Он тоже немножко кокетничал, тем не менее. Не снимался в кино принципиально. Вот есть люди, которые упёртые. И как ни странно, вот эта упёртость и вот нацеленность, так? Ну, сейчас вообще всё разбросано. Она очень выигрывает по качеству. Когда вот сегодня я с тобой сидел на телевидении, завтра побежал там, ох, как мило он сыграл. Потом презентации, потом это-то. А когда вот так... Вот у меня этого совершенно нет. Я действительно очень всю жизнь... Мне интересно было сделать программу на телевидении. Я много работал на телевидении. И как автор, и как режиссёр у меня были свои программы. Ах, радио, как монтируют. Несчастные... Сами клеили плёночки? Сами клеили. Накладывали музыку. Это всё было же ножницами и скотчем. Да, я проходил этот момент. Ну, ты помнишь... Это сейчас кому-то расскажешь из молодых твоих коллег, скажут, что я сошёл с ним. Да. Ночами сидели, и нужно было вот попасть... Тончайшая работа, да. Или это озвучание, всё, отматывание-то никакое не было. Это же кольцо шло. Это сейчас только нажал, давай ещё раз, да? Кайф. Ну, там, вот театр, эстрада, много мы там писали для эстрады, много я ставил. Сколько у меня этих учеников эстрадных. Вот сейчас все мужчины в юбках ходят. Все эти... Все же в юбке надели. Особенно телевидение. Да и же вот 12-ю ночь сейчас поставили все мужики в юбках. Только мужики играют, да? А вот были, когда были пионеры этого движения, я придумал номер Маврикевна и Никитишна, потому что они были национальной героиней. Подождите, что значит вы придумали? Это... Ну, я придумал. Идея вам принадлежит? Ну, как, это мои ученики, я им сделал этот номер. Помнишь, Владимир Патанков покойный? Конечно. Вот это был первый... Они были национальными героинями. Потому что в юбке никто больше не ходил. Это сейчас уже не найдешь мужика в штанах. А тогда... Ну, мы с вами держимся как-то. Мы держимся, потому что ночь. А, в этом смысле. А с утра мы надели... То есть мы нетрадиционные. Да, конечно. Я к тому, что... Вот хотелось, хотелось, хотелось. Поэтому некая такая разбросность, как ты говоришь. Ну, сейчас к старости опять возвращаюсь на базу. В театр. А еще эпизод с джазом, с Алексеем Козловым. Вы там что-то у вас было какое-то тоже... У меня была передача. Это уже очень далеко. Ой, что ты. Это «Семь нас и джаз» была у меня передача. Молодой Лешка Козлов со своим эксцелентом. В сгоревшем доме актера мы снимали. И семь мужиков. Но эта передача была об всяких актерских делах. Такая капустническая передача. Она прошла шесть раз. И когда ее стали закрывать на телевидении... Почему? А? Почему стали закрывать? Ну, сказали, потому что... Значит, потому что никто ничего не понимает. И меня вызвал тогдашний руководитель телевидения. И меня все тренировали, как с ним разговаривать, чтобы это, значит... Это что? Что делать? Погасить это все. И я вот подготовлено туда пошел. И он... Ну, садись, говорит. И он начал дать мне аргумент. Говорит, понимаешь, какая история. Вот это ты занимаешься этой своей... Ней. Да? Я говорю, там что-то, наверное, я не очень... Но... Когда... Представляешь себе... У нас два канала. Два канала тогда были. Да. Знаешь, когда где-то в далекой заимке путевой обходчик приходит с мороза домой, она ему щей, самогона, стакан, включает телевизор, и он смотрит вот эту твою пародию, там, на спектакль на таганке. Он сатанеет. Сатанеет. Вот когда у нас будет пять-шесть каналов, да? То есть когда был, да? То где-то на шестом канале... Правительская фраза, да. И все. И я ушел, сказал, спасибо, извините. Он был где-то... Но, тем не менее, она была симпатичная, милая. Такая, ну, немножечко интеллигентская. То, что в вашей жизни вы выходили на какое-то другое, вот там, вот телевидение переходили к радио, там... Ну, я не глобально, это параллельно все было, я все никуда не уходил из театра никогда. Но с чем это было связано? С каким-то наполнением внутренним, скажем, вас наполнило? Интересно, понимаешь? Интересно, интересно. Интересно, вот методология и работы на телевидении, что это? Интересно, это творчество. Когда кино, мы что-то там писали с Арканом, фитили, снимали сами фитили тоже. Интересно. Потом, когда понимаешь технологию, да, все, опять что-нибудь еще. А вам еще одна фраза интересная принадлежит, что в этой области я знаю уже все, то есть абсолютно все. Из-за этого ощущение такого, что день вам не принесет никаких открытий. А где ты все вычитал эти мои якобы мысли? Александр Анатольевич, интернет, это, я вам скажу, открытие величайшее. Да, все там нарисовано, да. Вместе с юбками мужскими эта штука совершенно не ошибается. Да, но в этом есть какая-то сермяга, потому что, действительно, когда вот так вот влезаешь серьезно, предположим, там в телепроизводство, хочешь сделать какую-то шутейную передачу, кручешь, 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 и начинаешь понимать, что к чему. И опять, а вот, потому что быть привязанным к одному, немножечко оседаешь. Ну, любопытство. Ну, а все-таки после того, как вы прошли все, возникает какое-то чувство такое, что... А пустошленности? Нет, ну, как раз я бы сказал наполненности, потому что... Я не скажу так. Мне кажется, что это не наполненность. Если бы это накопление было в такой большой какой-то коктейль, то его существование, да, вот влил телевидение, влил радио, влил эстраду, влил авторство, влил режиссерство, актерство, да, и получилось такой, знаешь, огромный коктейль творческой мощи. Думаю, что нет, это скорее какая-то, получается, бормотуха. Это получается, знаешь, нельзя же слить, хотя пили когда-то пиво с водкой и туда еще. Да и сейчас стараются. Йорш. Но Йорш, что-то ты знаешь, может быть... Нет, скорее всего, все-таки я думаю, что вот упёртость, она более, если говорить практически, она более меркантильно выгодна с точки зрения биографии существования. Да, это да. Как вы, как человек, который создавал знаменитые капустники, причем, насколько мне довелось читать, это была такая бомба, вы прославились как создатель, автор капустников. Вы сейчас смотрите на то, что происходит, ну, КВН, там, я не знаю, вот, все, что шло оттуда. Понимаешь, я очень боюсь, когда вот так ты меня спрашиваешь, да, начать брюзжать. Вот это самое страшное, когда говорят, в наше время, ой, разве это все... У вас так не пара упасть. Разве это, вот ребята стоят у камер, это ребята... Ну, что, они даже ничего не должны крыть. А в наше время был знаменитый Киракосовский наезд. Была вот камера, значит, такая, да, на шабаловке, так? И Киракосов покойный знаменитый телеоператор с закатанными белыми рукавами, да, вот. И он первый рискнул, да, с этой вот бандурой, да, наезжать, понимаешь? Тогда же не было ни транса, ничего. Представляешь, вот... И вот это брюзжать о том времени, когда надо было все этот трактор вести тебе на крупный план, и никто этого не мог, а он придумал. Об этом смешно говорить. Но, тем не менее, какой-то ностальгии я тебе скажу по этому трактору и брюзжане против компьютеров и интернета. Это просто я считаю, что вот этот вот шквал интернет-возможностей, условно говоря, да, страшно выхолощивает. Животные-то все равно остались те же. Мы же не на компьютерах. А вот то, что выхолощивается, общение, душевность, возможность вот так поговорить не на камеру. Мы можем на камеру играть, да? Ну, сейчас мы с тобой разбежимся, да? Почему? Потому что у меня еще один эфир, потом у меня репетиция, у тебя еще один эфир, потом... А раньше мы бы остались, все здесь сервировали, и еще бы полялякали полдня. Не было этой... Но когда это круглосуточно по всех сферах, то люди потеряли возможность видеть друг другу глаза. А без этого как? Значит, они скоро действительно уже начнется клонирование, да? И тогда практически ты не будешь вспоминать мои так называемые фразы. Просто заклонировано все и поехали. Вот у меня опасность перспективы только это. Понимаешь? То есть, приезжать по поводу КВМ аншлагов мы не будем, я уже понял. А общение на рыбалке происходит в глаза в глаза, потому что вы рыбак знатный, и я... А ты вообще приспособлен к рыбалке? Когда вы сказали слово «карп», я вздрогнул и старше стал. Или младше, я не знаю как. Нет, понимаешь, ну, рыбалка, рыбалка и рознь. Когда вот был Гриша Горин, о котором тут упоминали, он рыбак, да. Рыбалка – это вообще одиночество. Одиночество. Иначе, если это... Это пикник. Пикник и рыбалка – это разные вещи. И потом я обожаю слушать это вранье про рыбалку, да. Когда говорят, вот вы рыбак, там, к какому-нибудь там поэту обращаются, или к кинорежиссеру. Да, я обожаю. А как вы вот можете сидеть там часами? Что вы? Вы знаете, когда вот тишь, гладь, поплавок, приходят идеи необыкновенные, рифмы, образы возникают. Значит, он никогда в жизни не был рыбаком. Я знаю, потому что какие идеи тупое, совершенно дебильное смотрение на этот поплавок. Потом, значит, единственное, приходит в голову, не сменить ли наживку, да, и не переоснаститься. Но чтобы пришли идеи, образы или рифмы, значит, он не рыбак, а трепач. Рыбалка – это отупение, да, как у тютчего, написано, секс требует отупения. Так вот, тютчек, дорогой, а тем не менее, говорит, как это, глаза потупленные ниц, в минуту страстного лапзания, и сквозь опущенных ресниц угрюмый, тусклый огонь желания. Вот это вся любовь, как говоришь, на эту тютчек. Так и рыбалка – это угрюмый, тусклый огонь поклёвки, понимаешь? Ну, у вас карп – карась, да, в специальности? Нет, ну, это как пойдёт. Ну, на речку выезжать сразу же. Нет, ну, летом-то я вот уже третий год на Валдае, понимаешь? Ну, потому что водоём – это всё на Валдайское, там, потрясающе. Но рыбы стало поменьше, потому что масса этих самых сетей, 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 сетей. Все браконьевые, да ещё там рядом мой друг Эльдар Александрович Рязанов, у которого официальная лицензия на две сети. И я сижу с вот тут тупым огнем желания, а он приплывает ко мне с этим самым, с линь даже он ловит в эту сеть. Ну, что с ним бороться? Что ты тут сидишь? Я говорю, ну, что я ему говорю, ты понимаешь, да? Конечно, три официальные сети у него, официальные. Он целый день сидит в сети, накидывает, а я даже с временем поплавкать. А почему вы сказали, что рыбалка и пикник – несочетаемые вещи? Нет, я говорю, не смысл, можно во время рыбалки и выпить. Просто рыбалка – это одиночество. Вот Державин тоже, наверное, рыбак, например, в законе. Мы никогда не сидим рядом, потому что я сижу тупо пришитый к стульчику и к трубке, да? А он мечется, он ищет. Мечется. Я думал, вы одинаковые все-таки. Нет, абсолютно разные. Если я сел, вот там 30 метров заводь получше, и, по-моему, там, это мне встать, это нужно встать, все смотать, стульчик взять, все это, это все, да? Нет, я дождусь, когда она придет сюда. А этот… А что вы делаете, когда не клюет? Ждем. То есть он мечется, а вы ждете. Да, я жду, жду поклевки. Александр Анатольевич, я вам очень благодарен, что вы у нас здесь появились, потому что если продолжать разговор, то он видится уже просто бесконечно. Стало быть, прощаться будем с надеждой на новые встречи. Александр Анатольевич, я вам очень благодарен за то, что не даете забыть о себе, хотя вроде границы у нас есть, но забыть о себе не даете. И о театре сатиры тоже не даете. И фильмы ваши смотрятся по-прежнему с тем же удовольствием. «Миллион брачной корзины», сейчас вот фрагмент, я не знаю, надо кому-то напоминать, кто у нас в гостях был. Ну вот, во всяком случае вспомните наверняка этот фильм, фрагмент просто. Спасибо тебе. Спасибо вам огромное. Спасибо тебе. Мы же остаемся вместе, это «Зона ночи» на новом канале. Так, ну что ж, комитет придёт сюда, и всё пойдёт как по маслу. Ну как, комитет будет здесь? Ну конечно, может, одни собственными глазами увидите нищенские условия, в которых получите своё жалкое существование. И тогда сердца наши разжалобятся, и мы сделаем всё возможное, чтобы вызвать улыбку благодарности на ваших безмождённых, обезображенных лицах, понятно? Сам ты обезображенный! А у меня лицо красивое, и даже очень. Валерия, это не мешает тому, что он должно стать обезображенным и измождённым. Сейчас комитет придёт сюда. Как это? А, но ведь они могут увидеть тебя здесь. И даже должны. И основатель пришёл заранее. Ну делайте что-нибудь. Что? Ну что-нибудь с лицами, и должны вызывать жалость. Ну, в дороге. Стоп, не надо, потом. За эти лица я не получу ни лиры. Матильда, срывай занавеску. Так хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...